Хорошая речь – важное условие полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребёнка, тем легче ему познавать мир и общаться с окружающими. И всё же в последнее время детей с недостатками речи становится больше. Для решения этой проблемы необходима своевременная логопедическая помощь. Все родители хотят, чтобы их ребёнок говорил чисто и красиво, но у некоторых это выходит естественно, у других не получается. В подобных случаях самостоятельность может ухудшить ситуацию, поскольку родители не владеют техникой постановки звука. Единственное, что они могут предложить – подражание. Но это часто не даёт эффекта. Необходимо обращаться к специалисту – профессиональному логопеду. В дошкольных образовательных учреждениях нашего района работа по исправлению речи детей давно уже стала привычной. Но в последнее время ей уделяется повышенное внимание. В городских и сельских детских садах есть всё необходимое, чтобы проводить логопедические занятия с воспитанниками. В 24-м детском саду были открыты пункт логопедической помощи и группа компенсирующей направленности. Приобретено оборудование, мебель, развивающие дидактические пособия, игры. На занятиях дети получают квалифицированную помощь и поддержку учителей логопедов. Дети занимаются в первой половине дня с учителем-логопедом, а во второй половине дня, если ребёнку даются какие-то трудности в обучении или он после болезни пришёл, долго отсутствовал в детском саду, во второй половине дня работают воспитатели, у которых тоже есть коррекционное образование. То есть они работают все во взаимодействии. В 41-м детском саду, который расположен в посёлке Совхозном, созданы все условия, чтобы дети смогли вовремя исправить недостатки своей речи. Новые наглядные материалы, дидактические пособия, развивающие игры. На данный момент пункт посещает 16 воспитанников нашего детского сада. Это дети от 4 до 7 лет. И, конечно же, главное в работе учителя-логопеда — это своевременное выявление на пункте логопедической помощи. Значит, работа проводится над постановкой и автоматизацией звуков. Если звук нарушен и поставлен, автоматизирован, в связной речи он тоже правильный, поэтому ребёнка мы выводим из пункта логопедической помощи, а на его место зачисляем следующего. Благодаря тому, что оснащение отвечает современным требованиям, есть квалифицированные специалисты. Работа по своевременному выявлению и исправлению недостатков речевого развития детей в дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета улучшается. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».